25 июля в России отмечается день сотрудника органов следствия. Майор вестиции Алина Дубасова в следствии 10 лет. Начиная простым следователем сейчас, Алина Владимировна, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. Весть об одном из таких преступлений, совершённом 18 лет назад, облетела всю Россию. Дерзкое убийство певца Михаила Воробьёва, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг. Кропотливая работа Алины Дубасовой во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов позволила в мельчайших подробностях установить всю картину совершённого в Твери злодеяния. Уголовное дело, возбужденное по факту убийства Михаила Воробьёва, известного публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг, это, наверное, визитная карточка нашего следственного управления. Я ещё как только стала работать в органах Следственного комитета, всегда было очень интересно изучить данное уголовное дело, прочитать его, посмотреть, потому что оно было приостановлено, мы находились в архиве отдела проследования особо важных дел. Когда уже представилась такая возможность, когда я изучила материалы дела, и мы готовились к возобновлению предварительного следствия по данному уголовному делу, стало понятно, что с того момента, как одним из соучастников данного преступления стали подозревать члены банды «Тверские волки» Агеева Александра, то, в принципе, все следственные действия сводились к тому, чтобы доказать, что именно Агеев там был. При этом как-то была забыта личность его второго соучастника, подельника Дмитрия Веселова. И тогда мной было принято решение, что необходимо отработать, наверное, всех друзей, знакомых, родственников, девушку Веселову, потому что у самого Веселова спросить что-либо было невозможно, так как на момент возобновления предварительного следствия он был уже мертв, так как его убили в 2003 году. Следователями и сыщиками была проделана колоссальная работа. Установлены практически все, кто годами общался с Веселовым, в том числе друзья его детства. Все эти люди дали значимые по уголовному делу показания. Когда было принято решение об этапировании Агеева из колонии в Ямал-Ненецком автономном округе, в принципе, на руках следствия были уже все достаточные доказательства, подтверждающие причастность к совершению убийства певца именно Дмитрия Веселова и подтверждающие момент нахождения совместно с Веселовым самого Агеева. Никто не ждал от Агеева признательных показаний в тот момент, когда мы этапировали его в следственный изолятор города Твери. Удалось наладить психологический контакт с Агеевым, в результате чего Агеев дал подробные показания об обстоятельствах случившегося в ночь на 1 июля 2002 года. С ним был проведен ряд следственных действий и по окончанию расследования по уголовному делу было принято решение о его прекращении в связи со смертью подозреваемого, то есть Веселова Дмитрия. Данное решение было признано законом и обоснованным как аппаратом следственного управления по Тверской области, так и прокуратурой Тверской области и центральным аппаратом Следственного комитета России. За 10 лет работы Алины Дубасовой по уголовным делам, оконченном и направленном ею в суд, было три пожизненных приговора. Работать следователем – это была мечта моего детства. С самых ранних лет, увидев по телевизору сериалы, такие как «Тайны следствия», «Улица разбитых фонарей», я с самого детства говорила маме о том, что я хочу стать следователем. Несмотря на то, что в семье никто не носил погон, и, в принципе, это был только мой выбор, мама, если ты хочешь, пожалуйста, я поддержу твой выбор, поддержу твою мечту. Сразу по окончанию школы я поступила на юридический факультет, и на втором курсе, участие на втором курсе юридического факультета, попала на практику в Следственный отдел по городу Твери Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тверской области. Увидев эту работу еще с другой стороны, я еще больше захотела именно стать следователем. То есть я поняла, что это моя мечта, и я в ней не ошибаюсь. Я некоторое время была общественным помощником следователя, и по окончанию университета, получив диплом, стала работать следователем Калининского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тверской области. Несколько лет назад жизнь Алины кардинально изменилась. Она вышла замуж и родила дочь. Своё личное женское счастье Алина нашла именно на работе. Её муж работает в уголовном розыске, а потому хорошо понимает специфику службы любимой супруги. Если моя дочь когда-нибудь спросит меня, какую работу выбрать, поделилась с нами Алина, отвечу, выбирай следствие. Точно не ошибешься. 23 июля. Новый Волжский мост. В автомобильной аварии столкнулись три машины. Есть пострадавшие. Здесь случился так называемый задний вариант. Заказной микроавтобус «Мерседес», перевозивший пассажиров до Нелидова-Торопца, врезался в восстановившуюся в заторе «Тойоту Короллу». А «Тойота», в свою очередь, ударила впереди стоящую «Митсубиши». В «Тойоте» находились четверо детей. Я притормаживала перед передней машиной, потому что она тоже притормаживала. И резко просто мне в зад въехали. Я вперёд, получается. Мне назад опять, и он ещё. Потому что меня вот туда-сюда, вот так вот. И вы впереди стоящую машину ещё задели? Да. Что с детьми и где они находились? Все в машине, все пристёгнуты. Возраст какой из детишек? 6, 8, 10, 12. Кого доставили в больницу? 6,8 лет. Как позже выяснилось, в аварии пострадал ещё один, 10-летний мальчик. Он вместе с родителями в этот день приехал в Тверь к знакомым из Иркутска. В этот день гости города хотели погулять по городскому саду. Без приключений не получилось. Тут затор был, машина стояла, там резко снимает. И машина, мы встали. Ну, сколько, минуту-две постоял, вот такой удар всего. Он не заметил, что вы остановились? Не знаю, он сказал, у него тормоза не работают. Просто, наверное, отвлеклись от дороги. Почему не заметили? Потому что, чего отвлекло? Не отвлекло всё. А почему тогда Даша вот говорит, вот это водитель машины, что у вас тормоза не работали? Почему у нас тормоза не работали? То есть тормоза работали, всё нормально? Да где работали? Вот это передние тормоза работали. А вот задние нет вообще, там нет тормозного пути. По данным ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение водителям заказного Мерседеса безопасной дистанции.